Несмотря на столь ранний час и дождливую погоду к избирательному участку 23, расположенному в городском Творце культуры, движутся первые избиратели. Одни просто хотят попасть в число первых, другие торопятся на работу или хотят освободить день для воскресных забот. Члены избирательной комиссии, наш 20-30 избирательный участок начинает свою работу, всем нам надо. По базе у нас 2365 человек. Еще раньше избирателей на участке появились члены комиссии. Расставить урны, опустить в них бюллетени тех, кто проголосовал досрочно, таких было трое человек. Разложить по местам таблички с адресами, чтобы людям было легче ориентироваться. В городском Творце культуры голосуют жители ближайших улиц и переулков, военнослужащие учебного центра. За будущее страны, за стабильность ее жителей. С такими мыслями приходит каждый. Самое главное, чтобы были рабочие места, чтобы наладилась наша экономическая ситуация и социальная. И самое основное, чтобы наша республика, как говорится, стала с колен. Это самое главное. Я считаю, что нужно всем идти. И всем говорила, что нужно идти голосовать. Мы живем в этой республике. Мы должны выбор сделать для себя. За ходом выборов внимательно следят объективы видеокамер и наблюдатели по несколько человек от каждого кандидата. За порядком и дружелюбной атмосферой члены комиссии. Многие имеют большой опыт в избирательных кампаниях, но это, говорят, особенное. Одновременно депутатов разного уровня приднестровцы выбирают впервые. В чем сложность? Во-первых, чтобы, я так думаю, что тут на этом участке достаточно пожилых людей, чтобы корректно объяснить без нарушения правил, чтобы сделали отметки в обоих бюллетенях. И будет, конечно, более усложненный процесс подсчета голосовки. С утра проголосовавших не так много. Пик активности здесь ждут ближе к обеду. Для инвалидов и пожилых граждан здесь будет организовано выездное голосование. Проголосовать на участках бендерчане смогут до 8 часов вечера. Жанна Анастас, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.